Библейский портал экзегет.ру представляет Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение толкования Священного Писания Ветхого Завета на библейском портале экзегет.ру И остановились с вами на 26 главе книги Иова. В этой книге мы увидим ответ Иова Вилдаду. Он знает величие Божие. То есть здесь основная мысль о величии Божьем, о его силе, о его могуществе. Мы с вами, дорогие братья и сестры, постепенно приблизились к седьмому и плавно переходящему восьмому уровню духовного укрепления Иова и соблазнов против седьмой и восьмой заповеди блаженств. И, соответственно, седьмая заповедь блаженств гласит «Блаженние миротворцы, якоти и сынови Божьи нарекутся». Мы уже с вами осознали свои грехи, мы поплакали о страхе Божьем. Это все были искушения Елефаза, Сафара и Вилдада. И три по три. Мы прошли первые три искушения по уму, по чувству, по волю. То есть блажение нищая духа, блажение плачущая, блажение кроткие, то есть проявленное смирение в покаянии. Потом еще пошли три искушения. Блажение алчущей, жаждущей правды. Мы заговорили о правде. И сейчас мы приближаемся к восьмой заповеди блаженств. Блаженные изданные правды ради. Вот чем отличается четвертая заповедь от восьмой? Четвертая заповедь мы ищем только правду. Мы алчим и жаждем священного писания. А в восьмой заповеди, о которой и пойдет речь уже в последующих главах, с 26-й приблизительно до 30-й, это стояние в правде. Это способность устоять в своем достоинстве. Почему? Потому что именно восьмая заповедь блаженств – это заповедь, которую не соблюл Люцифер. Он захотел быть равным по достоинстве Богу. Отсюда и слово «Михаэль». Он воскликнул, кто равен Богу. Отсюда сказка «Золотой рыбки». «Золотая рыбка» по Александру Сергеевичу Пушкину, она – олицетворение Бога. Старик – это человеческий род. А старуха – это символ вот этой злобы, страстной власти Люцифера. Пусть рыбка у меня будет на посылках. И вот именно начиная с 26-й главы, когда в 25-й мы сказали, в 3-м стихе, «Если счет воинства в его, и как человеку быть праведным пред Богом, и как быть чистым рожденными женщиной, только Бога человек». Вот это 25-я глава, 4-й стих. «Только Бога человек может быть по-настоящему праведным». То есть тот человек, который соединяется с Богом и рождает Бога в своем сердце, он по-настоящему может быть проводником и стоять в истине даже до смерти. И поэтому друзья, которые есть олицетворение хитрого ума, оскверненных чувств, вот он Елифаз, Вилдат и Сафар – это нашей слабой воли, они пытаются встать проводниками или являются проводниками зла. А Иов их побеждает каждый раз. И вот такая преамбула нам позволяет более правильно понять, а в чем же суть вопроса? Почему же идет борьба между этими, казалось бы, одинаковыми речами? И все говорят о Боге. Все три друга говорят о Боге. Все говорят, что беззаконник будет наказан. А вот этого тонкого вопроса усыновления человеческой природы Богу, богочеловеческое понимание сущности ускользает. Это одно и то же, что мы детей посадим в общество астронавтов, то есть тех, которые в космос летают, те, кто занимаются космосом, ученых, академиков, дети ничего не поймут. Вот так же и если мы не будем иметь критериев правильного подхода, как это по-современному, по-научному сказать, парадигмы православного мышления, заповеди блаженств, мы просто запутаемся вообще, о чем они спорят, о чем они дискутируют, что они хотят выяснить, почему они втроем нападают на Иова. Мало того, что он страдает, так еще и душевные скорби и духовные ему приносят. Итак, попробуем, мы сказали преамбулу, теперь попробуем подробней в этих последующих главах разобраться на уровне седьмой, восьмой заповеди блаженств, как устоять нам, как лично устоять нам здесь на земле, не осквернив веру православную, не возлагая на себя слишком много, чтобы наше дерзновение не стало дерзостью, чтобы наше дерзновение, то есть со смирением, оно принесло нам пользу, и Бог не оставил нас. Итак, 26 глава. «И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного, какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело, кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя?» То есть Иов отвечает Вилдаду, а Вилдад, он пытается доказать, что человек нечист, что он не имеет права так дерзостно говорить с Господом, он не имеет права даже молиться, чтобы пришел Искупитель, Спаситель, он червь и останется червем. Вот это мечта дьявола, чтобы человек не занял его место, чтобы падший Люцифер всегда был во главе, чтобы на земле здесь не было равного человеку. Поэтому и Иов обличает Сатану через Вилдада, по сути. «Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя?» Вот он берет, как это самое за суть, вот эти слова Вилдада, «Чей дух исходил из тебя?» Как к одному батюшке на приходе, мы как-то говорили, пришли сектанты, а батюшка не ученый был, и они долгое время с ним беседовали, говорили, что иконы – это идолы, что причастие – это просто воспоминание, что не нужны священники, что не нужны таинства. Вообще, зачем эта православная церковь? Надо быть фундаменталистом, обращаться к Евангелию и священным священным описанием. Все остальное – это ваши обряды, традиции православные – это все обман. И батюшка слушал их, слушал, потом говорит, «Вроде вы все как складно говорите, да Духа Божия в вас нет». Вот подобно и этому, рационального ума очень много сейчас у человека 21 века. Уже перечитали святых отцов и священные писания, и уже дошли до искажения его. Поэтому здесь Иов говорит, «Духов нет, какой дух из тебя исходил?» Пятый стих. «Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них». Шестой стих. «Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Авадону, он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Вот этот седьмой стих 26 главы говорит о всемогуществе Бога, что вы пытаетесь своим умом понять Бога, ты своим умом пытаешься доказать, что Бог не может быть человеком, и человек не может быть Богом, но Бог всемогущий, и Господь преисподняя обнажена пред ним. То есть мы тайну грехопадения, кто разумеет, но в силу Бога воплощения мы имеем возможность побеждать грех, даже не познавая глубины тайны. Вот. Постепенно Господь, по мере чистоты, наше сердце открывает. И вот Иов констатирует факт, что Бог всемогущий, то есть своим рационализмом, который говорит, что Бог не может быть, Бог трансцендентен, человек грешен. Если Бог соединится с человеком, то Бог станет грешным, а этого невозможно, значит, Бог не воплотится. Вот это для эллинов, это безумие, а для иудеев соблазн. Ни иудеи, ни эллины не могли понять распятие, этого снисхождения, вот этого кинезиса, это снисхождение Бога в человека. Причем человек воспринимает Адаму, Адам, вот и Бога человек воспринимает природу первозданного Адама. Он не в нестарианскую ересь не должен им впадать, что Христос родился обычным человеком, потом стал Богом, а отсюда Христородица, и человека Бог. Вот это дьявольское искушение. А другие монофизиты крайне другая форма, что в Боге-человеке не было человеческой природы. А монофилиты вторят им, продолжая эту ересь, что ладно, уж человеческая природа была, но вот не было божествия, не было человеческой воли, она была поглощена. Поэтому и нестариане, и монофизиты, и монофилиты, это заблуждение, дьявольское заблуждение, и в данном случае Вилдат поражается Иовом, выступая как и святые отцы. Иов в данном случае предупреждает святых отцов, и поражает дьявола его ухищрение, тайну, которую он не может проникнуть, и которую хочет сокрыть от человека. И Иов отвечает, седьмой стих, он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. То есть, вот она, земля, мы знаем, она действительно ни на чем не стоит, она путем гравитации ни от солнца не удаляется, ни приближается, ни свою ось не поворачивает. То есть, уже Иову открыты тайны создания Вселенной. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды, и до границ света со тьмою. Что же здесь мы перечисляем? Это прикровенные тайны созданного мира, это тайны гравитации, тайны физические, химические, биологические. Все это Бог предусмотрел, и они являются неким символическим языком для нас с вами. Ибо через природу мы познаем и внутреннее свое. Через природу мы познаем Творца как Создателя, а через познание внутрь себя Бога мы приобщаемся к Нему и усыновляемся им. Поэтому Иов показывает, если он внешнее, создал в семь дней, неужели он и внутреннее тайное человека и соединенное с ним по образу и подобию не может создать. И далее очень важные моменты. Десятый стих «Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою». То есть, эта черта, она должна быть преодолена человеком. Да, черта – это есть ограничение душевного и духовного, духовного и телесного. И эту черту человек может преодолеть. Ибо человек венец творения. Человек преображает через себя всю тварь. Мы как-то с вами говорили, что человек поставлен в песочных часах, песочек сверху. Это все сотворенное миром. А человек поставлен в центре. И через человека должна просыпаться вся вселенная, включая и ангелов Божьих. Потому что только человек имеет этой потенциальной возможностью царского, первосвященнического и пророческого достоинства. Царство по уму, первосвященнического чистоты сердца, способность отдать жизнь за други своя, блажение миротворца, икоти, и сынови Божьей нарекутся. Вот она, эта заповедь. И пророческий дар. Вот эти таланты даны только человеку, даже не даны Люциферу, который надменно захотел быть равным Богу. Одиннадцатый стих. Столпы небес дрожат, ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. Под морем может подразумеваться обычная мудрость человеческая, земная. Она сотрясается и сражается дерзость. То есть, не дерзновение, а дерзость, вот это надмение, желание преодолеть человеческую природу. Сейчас есть такая религия трансгуманизм. Это попытка преодолеть свою человеческую природу путем искажения веры и искажения человеческой плоти, нанесения начертания на лоб и на руку. Тринадцатый стих. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Ну, великолепие неба подразумеваются все созвездия, которые существуют. Мы знаем созвездия белой медведицы, скорпиона, то есть это люди дали им название. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. То есть это все, что существует, миллиарды, сексиллионы, не побоюсь сказать слово, звезд, это все лишь только как в детском садике песчинки. Самое главное это человек, а как гром могущества его, кто может уразуметь? Мы помним, гром был, сей и сын мой возлюбленный, его же послушайте, на реке Иордан, на реке Преображения при входе Господень в Иерусалим. Вот он гром, сотрясающий не просто гору, когда были получены синайские законодательства, а гром, который призван преобразить, не устрашить, а преобразить человеческую природу. Поэтому 26 глава последним стихом завершается именно громом, который не уничтожает, а который преображает на горе Преображения. Господь сказал, сей и сын мой возлюбленный, его послушайте. И именно Иов в пророческой этой 26 главе он продолжает уразумение 25 главы 4 стиха. По сути, 26 глава это расшифровка 4 стиха 25 главы. Так книга Иова построена, что постепенно первое искушение Елефаза, потом Вилдата, потом Сафара, как принцип матрошки. Девять матрошек Иов раскрывает через эти искушения Иов раскрывает антропологию человека, учение о человеке как образе и подобие Божьем. Поэтому, братья и сестры, не будем искушаться непониманием и отстранять книгу Иова. Книга Иова это тайна Боговоплощения, это раскрытие, приложение зла в добро. И 26 глава показывает, что Богу все возможно. Он создал весь этот мир. Он создал человека по образу и подобию Божию. И, соответственно, человек имеет дерзновение к преображению. Божьей помощи нам преображать свою сущность и не подпадать под влияние Вилдада, который пытается соблазнить нас своими речами искусной лести, что человек есть червь, и, конечно, он есть червь, но он способен стать бабочкой. Господь допомогает нам преображать свою сущность, ум, чувство и волю, дух, душу и тело, следуя книге Иова, сораспиная с Христу, как это делал Иов. Аминь. Аминь.